Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов. На календаре 9 июня среда и сегодня в нашем выпуске мы поговорим о детях и гаджетах. Вред это или польза? Сегодня жизнь с человека уже не представляется без таких вещей, как планшет, телефон, компьютер. И дети, наблюдая за жизнью взрослых, с пеленок начинают интересоваться гаджетами. Раз мама и папа так много внимания уделяют этим вещам, значит они действительно интересны. А отношения родителей к внедрению гаджетов в жизнь ребенка неоднозначные. Одни активно их используют, другие настойчиво пытаются оградить чадо от современных веяний. Однако, удовлетворяя детскую страсть к познанию современных технических средств, нужно правильно. А как именно это сделать? Об этом нам расскажут психологи Аграфена Кондакова и Юлия Цыпандина. Девушки, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студии, задавайте вопросы нашим гостям-психологам. Сегодня напомню тема «Дети и гаджеты». Телефон студии 320066, 321166. И, конечно, работает наш фатсап номер 8964-428-8818. Итак, как я уже сказала, сегодняшние малыши учатся обращаться со смартфоном и планшетом раньше, чем с карандашом и ручкой. И даже не начав толком говорить. А вообще история с гаджетами – это больше история родителей, чем история детей? Или я не права? Ну, скорее всего, естественно, это история родителей, потому что первый человек, с которым ребенок сталкивается, это родители, да, получается. И все примеры поведения ребенок считывает с родителя. И если же родители не будут контролировать ребенка от чрезмерного, так скажем, употребления гаджетов, то мы можем, ну, как сказать, в дальнейшем наблюдать вот зависимое поведение, может, даже. А насколько негативными могут быть последствия длительного общения ребенка с современной техникой? Ну, тут зависит от возраста ребенка, да, потому что, ну, вот, дополняя чуть-чуть коллегу, скажу, что, в принципе, сейчас темп жизни у нас очень быстрый, да, и иной раз родителю проще отдать ребенку гаджет, чтобы у него было какое-то свободное время там приготовить, что-то убрать, да. И раз за разом вот такая зависимость появляется, но в огромной группе риска дети дошкольного возраста и раннего детства, да, потому что мы очень часто наблюдаем, буквально даже находясь в поликлиниках, в реабилитационных центрах, что малыши кушают с телефоном, и родители говорят, что иначе он не ест, например, да, и как бы отвлекают внимание ребенка и параллельно кормят. И в данном случае это огромный ущерб для психического развития ребенка, да, потому что идет немножко такая тенденция к тому, что, возможно, вот в ближайшем будущем появится такая болезнь современности, цифровая аутизация. Ой. Да, да, вот страшная вещь, конечно, но тем не менее, потому что пока у ребенка в раннем детстве не запустилась ни речи, ни хорошего такого контакта с реальным миром, нельзя ему предлагать виртуальный. В каком возрасте тогда можно уже знакомить ребенка с гаджетом? С гаджетом, начиная вот с контролем времени с пяти лет, тогда, когда у ребенка запустилась речь, тогда, когда у ребенка появился контакт с родителями, со сверстниками, ребенок пошел в детский сад, например, да, начинается выстраиваться хорошее, ну вот такие первые ступени коммуникации, общения. Только тогда? Да, но обязательно с контролем времени. С контролем, обязательно. Я бы даже порекомендовала не с пяти лет, да, чуть попозже, наверное, да, где-то вот, ну, когда в школу, например, да, пошел. Ну, контроль времени, это вот сколько по времени можно тогда предлагать ребенку гаджет в таком вот возрасте пять-шесть лет? Тридцать минут. Не более в день? Да, да, в день, и это должно быть либо первая, либо вторая половина дня, да, но ни в коем случае не перед сном. И если, ну, не получается с утра с обеда, ну, например, уходим на работу, мы встречаемся только вечером, да, то за два часа, вот четко малышам, дошкольникам за два часа до сна, чтобы не мешать естественным процессам торможения и перезагрузки нервной системы. Вот вы сказали, 30 минут, не более, это за раз, да, или можно вот это вот 30 минут разделить там на несколько минут, но в течение можно разделить, растянуть на весь день? Ну, и то там, допустим, если он гаджетом приобщается, то можно вот как развивающие игры обучать там цвет, формы, да, и так далее. Не просто YouTube ему тяги, да? Нет, 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 малышам ничего. И обязательно должен быть, ну, вот родительский контроль, родители там вместе с ним, ну, изучают какие-то формы, цвета, либо вот названия животных и так далее. Кстати, многие родители очень гордятся, что вот их чадо, да, в таком маленьком возрасте уже так умело пользуется интернетом, сам заходит в YouTube, ищет там какие-то вот для себя программы интересные, да. А вот вообще какая информация, воспринимаемая ребёнком с экранов, наиболее вредная? Ну, то, что не соответствует, наверное, возрасту его, да, там, где очень много часто мелькают картины, потому что вот к частному мельканию нервная система, она не приспосабливается. Например, он может возбудиться и не может вот себя оттормаживать, да, вот эти процессы. И когда вот спокойные мультики показывают, например, советские, да, вот современные дети, они не могут сосредоточиться, им скучно смотреть вот такие мультики. Им нужно мультики смотреть, которые вот часто мелькают картины, но, к сожалению, эта вещь, она, ну, вредная для развития психики. Получается, что не только нужен контроль времени, но и контролировать, что именно ребёнок смотрит, да? А что вы можете порекомендовать тогда вот такому ребёнку дошкольного возраста, 5-6 лет, вот конкретно, вот вы сказали, графина Петровна, мультики советского периода желательно смотреть. Они как бы добрые, да, у них есть мораль какая-то, а им это неинтересно. А что вот они хотят взамен? Это современные мультики, да? Ну, знаете, вот тут неинтересно в плане каком. Если ребёнок не успел подсесть, так скажем, на современные мультики, быстрые, динамические, да, прям красочные, вырви глаз, то, в принципе, тут вопрос такой, что если родитель умеет подать сразу вот эти наши простые советские медленные мультики, ребёнок другого и не знает, он их смотрит. Вполне. Да, всё зависит от поведения взрослого. Ну, например, можно ещё сказку, мама прочитала, можно эту сказку, например, посмотреть вместе. Да, и вот по поводу, да, действительно сказок, нужно сказать, что есть уже ограничения сейчас, ну, круто, что есть аудиосказки, например, да, родители включают малышам. Настоятельно не рекомендуем этого делать для детей, которых ещё речь не запущена. Аудиосказки годятся для детей постарше, можно даже сказать, школьного возраста, у которых хорошо сложилось уже мышление, да, они понимают обращённую речь полноценно, и, а хорошая речь, она формируется только при естественном общении. Угу. И всё-таки, возвращаясь к мультикам, да, вот вы настаиваете смотреть советские мультики, а как же вот эти вот известные диснеевские, тоже здесь Шрек, спящая красавица, красавица и чудовище, это, в принципе, как бы и в то же время наша классика, Шар Пиро, да, и прочее, ну, не считая Шрека. Вот можно ли их смотреть? Ну, можно смотреть, но просто время нужно контролировать дозирование. То есть не вот эти два часа, да? Не за один присесть, да, полтора часа, либо два часа там длиться. Старшим дошкольникам можно. Ага. Хорошо, ну вот вы сказали, что вот история дети и гаджет, это больше история родителей, чем детей, да? А вот как это можно исправить, вот? И как можно понять вообще, что у ребёнка уже, ну, привязанность к гаджету? Ну, получается, что вот на признаками, да, которые интернет-зависимости, которые отмечаются специалистами, ну, и вообще по наблюдениям, да, когда ребёнок больше времени проводит в виртуальном мире, чем в реальном мире, да, у ребёнка, например, начинает нарушаться сон, да, начинает он питаться перед компьютером, да, за собой не ухаживать, снижается успеваемость в школьной деятельности, да, И он становится, как бы, рассеянным, невнимательным, ухудшается даже память вот на текущие события. И у ребёнка, например, нарушается вот режим дня и нарушается аппетит. Вот такими признаками, да. Если такие симптомы и есть, то можно уже беспокоиться. Чрезмерная раздражительность, например, да, и неадекватная реакция на то, что вот отобрали у ребёнка компьютер-гаджет, да, у него прям агрессия, например, проявляется. Истерика. Например, да, это тоже не норма. На это нужно обратить внимание. В этом случае-то нужно идти к психологу. Да. Ну, как сказать, полезно будет, да, получить. Ну, наверное, сперва родителям-то нужно поговорить со своим ребёнком, да, что лучше своего ребёнка, чем родитель, никто не знает, да. Объяснить, например, да, почему просто выслушать, может быть, ребёнка. Потому что, когда мы не только, когда мы ребёнка выслушиваем, когда ребёнок проговаривает свои чувства, да, в принципе, он может даже в процессе проговаривания найти вот то, что он, например, ну, делает неправильно, да. И, наверное, всё-таки нужен пример родителей, да? Ну, да. За собой маме в инстаграме не нужно. За собой следить, да. Ну, если там мама с папой с утра с телефоном в руках, как продолжение руки, за столом, вечером, да, я отдыхаю, смотрю. Ну, ну, слова не воспитывают, воспитывают пример, да, поэтому и в первую очередь, действительно, вы правы, нужно начинать с самого себя. И, во-вторых, очень часто дети подсаживаются на планшет, потому что им не хватает качественного внимания. Родителям некогда, вроде, да, и с одной стороны, есть такая скрытая выгода, ребёнок не беспокоит. Да. Да, 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 а потом, когда он уже не может оторваться, становится страшно, беспокойно. Поэтому очень важно наладить свои отношения с ребёнком, выделять ему время, находить для него хобби, другое, какое-нибудь сейчас, особенно, когда мы все перешли на онлайн, когда весь день практически ребёнок проходит, ну, львиная доля, так скажем, да. Нужно ребёнка заинтересовать другими направлениями деятельности, хобби, какой-то совместный доску. Вот, кстати, насчёт онлайн, да, вот вы говорите 30 минут, ну, условно, да, для дошкольника, а вот все занятия, вся школа сейчас онлайн, это вот как бы входит в эти 30 минут вообще в дозированное время? Ну, по идее, да, у них уроки 30 минут, потом идёт перемена, да, и в эту перемену, ну, вот, наблюдает за своими детьми, ну, они просто перешли от одного, как рано другому, да, оторвались от компьютера, стали смотреть в телефон. Да, и сейчас не секрет, да, потому что действительно ситуация усугубилась очень много времени, и дети, вот, действительно подсаживаются зрение, начинает перенапрягаться, так скажем, да, уставать нервная система, нарушаться поведение ребёнка, ну, это тоже не тотально так, это от особенностей и свойств нервной системы ребёнка. Ну, вот вы говорите симптомы, а касаемо вот учебной деятельности, да, это утомляемость, невнимательность и так далее, а что вот по поводу каникул, сейчас лето, дети, наверное, уже думают, ну, да, и заслуженно мне уже планшет, я вот вдоволь насладюсь, да, игрой и смотрением картинок, вот, можно ли в каникулы, в каникулярное время как-то увеличивать время проведения вот за планшетом? Ну, немножко-то можно увеличивать, но всё равно, как бы, родительский контроль тоже должен присутствовать, и вот как, например, у меня ребёнок говорит, да, обязательно должен присутствовать родительский контроль, да, то есть ему задаваться должны какие-то другие задания, кроме того, как, вот, например, сидеть и делать уроки перед компьютером и так далее. Что ж, а сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, звоните нам в студию и задавайте вопросы. Доброе утро! Программа Якутск сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем беседовать о влиянии современных гаджетов на детей. Напомним, сегодня у нас в студии психологи Графена Кондакова и Юлия Цыпандина. Мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию и задавайте вопросы психологам. Телефон в студии прежней 32 00 66 32 11 66. И также у нас работает WhatsApp номер 8 9 6 4 4 2 8 8 8 8 18. А Графена Юлия, вот есть мнение, что гаджеты могут снизить творческие способности, дескать, в реальном мире. Ребёнок имеет возможность придумывать, фантазировать, а в виртуальном только наблюдать и удивляться уже придуманному. Это действительно ли так? Ну есть тут доля правды, так скажем. Опять же, так как мы говорим о детях, это большой вред приносит воображение. И это правое полушарие, так скажем. Если немножко говорить, ну вот чуть-чуть отсылку про мозг, то чем насыщеннее правое полушарие, чем хорошее воображение, тем лучше и полноценнее будет работать левое полушарие. Логика, мышление, поэтому на воображение накладывается мышление хорошее. И тогда, когда ребёнок воображает, он проявляет волевые качества, да? Ему же надо придумать, доделать. Вдруг там что-то не получилось, разрушилось, воссоздать заново, да? А вот тут в этом, например, игра, ну всё хорошо, отлично, что-то не получилось, взял, удалил. Нет никакого волевого акта, да? Она мне не понравилась, удалил, всё. И поэтому в этом плане, да, есть доля правды. И потом, например, то же самое воображение, да, оно будет хорошо развиваться, если у нас простроены вот нижние этажи, да, ощущения, восприятия мира, да? И когда ребёнок строит, ощупает различные материалы, да, тактильно, измеряет глазами, да, там, как повыше башню поставить или пониже, да, то тогда развиваются и все последующие этапы, ну, познавательных процессов. Ну, я думаю, что не стоит видеть во всём негатив, да, какое позитивное влияние могут оказывать гаджеты на психику и нервную систему ребёнка? Ну, конечно, не всё так страшно, так скажем, да? Если бы всё было так плохо, и мы, человечество, этим бы не пользовалось. Но действительно появилась скорость, быстрота реакции у детей, да, они, ну вот, вынуждены, так скажем, да, анализировать очень много информации, достаточно быстро, да, находить быстро ответы. И если мы берём, например, гаджет такой, как, например, игра в PlayStation, Xbox, это манипуляция джойстиком, это моторная координация, так скажем, да, у них пальцы двигаются очень быстро, они всё запоминают, комбинацию кнопок, комбинацию движения. Я пробовала играть, у меня пальцы чуть не оторвались, например, да, я очень медленно и каждый раз проигрываю, например, в игре, а у них очень быстро. Поэтому действительно в этом плане есть элементы развития памяти моторной хорошей, да, умение такого анализа последующего, как действовать, что сделать, умение анализировать соперника, например, да, поэтому не всё так страшно, так скажем, и умение быстро анализировать визуальную информацию. Но тем не менее психологи бьют тревогу, что компьютерная зависимость, она уже на сегодняшний день существует, да, вот вы упомянули такое понятие, как цифровой аутизм, да, вот что это такое, и как он может проявляться? Вот в классификации, да, международной классификации болезней с 2022 года уже будет введена, ну, введён вот в качестве как заболевания, да, получается компьютерная зависимость. Это уже будет официальная болезнь. Как официальная болезнь считается? Компьютерная зависимость и цифровой аутизм, это одно и то же получается, да? Не совсем, не совсем. Цифровой аутизм, это значит, что когда ребёнок выбирает виртуальный мир, а отказывается от реального. Другое дело, когда действительно есть дети с болезнью аутизм, да, и у них трудности коммуникации, а цифровая аутизация, она также берёт корни с разного детства, тогда, когда родитель предложил, да, ребёнку. Место общения. Да, место общения. Он ещё не успел наладить отношения с внешним миром, и внешний мир постепенно становится ему неинтересным. То есть, изначально это здоровый ребёнок? Да, вполне. Вполне здоровый. Вполне здоровый. Пока родитель не успел не заинтересовать окружающей средой, игрушками, да, с общением с собой, например. Но предложил гаджет, так скажем. Сначала вроде бы как из благоприятных целей, да, но потом понравилось родителю, так скажем, стало удобно. И это может провоцировать серьёзную задержку психического развития. Угу, очень страшно, да. А вообще компьютерная зависимость. Вот какие трудности, какие, может быть, даже комплексы, да, у ребёнка, подростка могут возникнуть благодаря вот этой компьютерной зависимости? Ну, трудности социальным миром, получается. То есть, коммуникация, да. Да, коммуникативные трудности. И вот несколько раз мы подчёркивали то, что, ну, страдает и волевая сфера, да, допустим, страдает и цели полагания в жизни, регулирование вот своего поведения, она тоже может страдать. Ну, и человек, который ушёл в компьютер, он во всех сферах начинает разрушаться его взаимоотношения, например, взаимоотношения с семьёй, с работой, да, он может на всё это, грубо говоря, там забить и засесть в компьютер. Вот это вот будет зависимость. Ещё дополню коллегу, да, чуть-чуть, что дети очень, ну, периодически бывает так, что это своего рода бегство, да, бегство в игру, бегство в телефон, например, при условии, что в семье неблагоприятный климат. В семье часто рукаются, например, да, и ребёнок, чтобы этого не слышать, как-то абстрагироваться, он уйти не может. Он уходит в телефон, да? Он уходит в телефон, он уходит в игру, как бы отвлечь себя, да, убежать. И либо, ну, тогда, когда вот говорилось, внимание мало уделяется, да, ребёнок сам по себе и не контролируется, либо это может быть так, что наоборот, ребёнка держат в ежовых рукавицах, ребёнок всё время должен, должен, должен быть отличником, быть чемпионом, чего-то много-много должен. И при этом в этом пути ему даются много замечаний, да, его достижения не отмечаются, больше критики ребёнок получает. А в процессе игры он победитель. Компенсирует. Компенсирует, да, у него начинает формироваться неуверенность в себе какая-то, да, и любой ребёнок, он хорошего мнения о себе. И изначально, так скажем, в норме. И он пытается это, ну, вот психика пытается это скомпенсировать, да, наладить, потому что невозможно с этим жить всё время, слушать, что ты какой-то не такой, например, да. И поэтому в игре он чемпион, он побеждает. И это, как говорится, накладывается на то мнение, что мозг, ему без разницы, мозгу. Где ты побеждаешь? В реальной жизни или в игре? Главное, в чём ты побеждаешь. Главное, в виртуальном мире можно придумать себе образ, представить себя, кем ты хочешь быть. Красивее, лучше, красивее, да. У нас есть ватсап-номер, моя дочь истерит, когда я отбираю у неё планшет, как мне реагировать, что нужно делать? Истерит. Истерит. Ну, интересно, конечно, сколько ребёнку лет. Если это ребёнок, в принципе, понимает, так скажем, обращённую речь, то с ребёнком нужно договариваться, да. И, в принципе, вот, допустим, если у ребёнка такого поведения уже сформировалось, можно ввести таймер, договориться, да, вот, купить прям реально таймер. Это не должен быть телефон или ничто, вот прям яйцо кухонное, да. Мы с тобой договорились, таймер сработал, он сдаёт. Это не должно быть, ребёнок должен знать, сколько у него времени, да, и что будет, ну, мы договорились, да. Это не должно быть так, резко взял и отобрал, да. И это, конечно, вызовет удовольствие, это лишили резко, беспричинно, без объяснений. А раз мы договорились, то это... А нужно ли мотивировать чем-то материальным, вот, например, сладостями, может быть, даже деньгами? Вот некоторые так делают. Нет, нет, по-моему, как будет, как шантаж, да, либо макулитивное поведение. Да, да. Просто нужно найти что-то, ребёнку, которое вот будет полезно ему, интересно в реальном мире. Поиграть, постряпать, прогуляться. Да? Потому что лучше, чем родитель своего ребёнка, никто не знает. Конечно. Если так башь на башь делать, вот действительно немножко такое манипулятивное поведение мы сформируем. А что ты мне дашь? И в дальнейшем ребёнок растёт, аппетиты растут, да? В дальнейшем тоже такое поведение будет демонстрироваться. Вот мы сейчас много говорим про детей, да, а вообще у взрослых вот людей встречается компьютерная зависимость? Встречается. Всплошь и рядом. Встречается. Да, сплошь и рядом. И в принципе это у взрослых примерно так же, да, у них даже больше проявляется. Если у детей прям зависимость такая, как болезненно, формируется больше в подростковом возрасте, да, вот такой переходный. А у взрослых он также формируется и также проявляется и с раздражительностью неким, да, и этой неопрятностью, сбитый режим. И обычно к этому предрасположены те, кто не занят, так скажем, да, безработные, молодые люди, взрослые. Много свободного времени. Много свободного времени и при этом не знать, чем себя занять, да, и либо так же они могут, если вот мужчины, да, могут, ну, не обвиняя, конечно, да, но либо любой, так скажем, любой взрослый, который не хочет, у него нет возможности решать проблему в реальной жизни, он тоже может убежать в игру. Но это же современное веяние, получается, возраст таких людей, это каков, наверное, 20 с лишним лет? Ну, где-то так, наверное, да, потому что вот тут... Ага. Ну и за 30 тоже, наверное. Да, 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 да. И вот тут нужно сказать, потому что компьютерная зависимость, она же не только в игре, да, это ещё и соцсети, социальные сети, да, просто либо там, вот как называется, серфинг, да, по сайтам. Да, серфинг по сайтам, например, да, и, например, ну, как сейчас мы говорим, да, не запостила, не было. Да, да, это почти лозунг современной жизни. И, по сути, получается, вот механизм разворачивания, он похож, вот как разворачивается алкогольная и никотиновая зависимость, то есть там есть физическая зависимость и психическая зависимость. Физическая, то, что затрагивает вот эти глубинные отделы головного мозга, тоже наступает привыкание, затрагиваются у нас гормоны, да, ну и психическая зависимость. Потому что человек, вот, допустим, так скажем, запостив очень красивую фотографию, да, где он доволен собой, и вырабатывается гормон эндорфин радости, да, и мозг понимает, о, круто, давай ещё это сделай, я хочу получить эндорфин радость, да, то есть тогда появляется такое ошибочное убеждение, что вот соцсети, компьютеры, игра, серфинг по этим сайтам, да, это равно удовольствию, радости, счастью. Много лайков, этих комментариев, да, и в принципе, в чём и подходит. Да, и человек на это подсаживается, на этот эндорфин, так скажем, физиологический. А в реальном мире, например, нет. А мне кажется, таким образом он обманывает, прежде всего, себя, вот показывает эту глянцевую, красивую картинку в Инстаграме, скажем так, да, вот где он отдыхает у моря там или где-то, да, и, ну, показывает, посмотрите, как я шикарно живу. Да, не без этого, например, в реальной жизни человек, так скажем, получает мало поглаживания, мало любви, мало внимания, нам, взрослым, тоже это надо, но не дают реальные люди, пускай виртуальные дадут. Там меня залайкают, Васю. Потому что, по сути, получается, человек всё равно стремится к принятию обществом, да, и к реализации. Друзья, сейчас мы снова уходим на короткую рекламу, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, звоните в студию. Друзья, мы продолжаем говорить о пользе и вреде от гаджетов для детей, чем же электроника может помочь развитию вашего малыша и как правильно организовать его знакомство со смартфоном, планшетом и компьютером. Мы работаем в прямом эфире, звоните нам в студию, задавайте вопросы нашим гостям. Это психологи Юлия Цыпандина и Аграфена Кондакова. Мы, вот, девушки, говорим много про экран, да, и картинки, а звуки – это тоже зависимость или нет? Вот если человек весь день, ну, не в интернете, а вот в наушниках что-то слушает, это тоже зависимость или всё-таки нет? Скорее всего, да, да, потому что вот так под одну ребёнку сложно сказать, да, но, например, не отходя от кассы, если я возьму себя, например, да, я очень часто вынуждена, так сказать, брать наушники, например, да, потому что мы в параллеле очень много подкастов слушаем. Образовательных, обучающих, да, ну, если это касается взрослых, которые занимаются саморазвитием, да, если мы, скажем так, возьмём детей, то, которые ходят по улице, например, да, либо дома, находясь, тоже очень много слушают музыку, возможно, действительно, у ребёнка есть творческие способности, да, и, с другой стороны, это тоже может быть признаком, симптомом ухода, потому что, если я не смотрю… Я хотя бы слушаю. Я хотя бы слушаю. И всё равно в руках у нас марта. Да, и я слушаю, и я отвлекаюсь, и то, что происходит вокруг у меня как-то… И если же, например, человек теряет чувство вот этой реальности, ощущение у себя в реальном мире, да, то, как бы, за этим слушанием он проводит очень большое количество времени, и это же влияет, опять-таки, тоже на его реальную жизнь, нарушаются социальные контакты, да, коммуникации, то, ну, скорее всего, можно отнести вот к категории, возможно, зависимости. А вообще есть такая-то статистика, да, вот вы лично наблюдали, кто вот больше и чаще всего подвержен компьютерной зависимости, мальчики или девочки? Мальчики. Мальчики. Это и благодаря играм вот этим, да, наверное? Ну да, дети подросткового возраста и мальчики, да, где-то вот примерно, ну, как описывается, 10%. В 10 раз больше, например, да, мальчики подвержены игромании, если брать соцсети, то, скорее всего, тут будут девочки. Все девочки, да, с тиктоками, с лайками и соцсетями такими, а то это девочки. Я знаю одну маму, которая не позволяла двум своим сыновьям пользоваться компьютерами, планшетами и даже телефонами, чтобы они учились, занимались ушу, шахматами и не тратили время зря. Каков итог? Оба ребёнка подросли и ушли жить от неё к папе, ну, они в разводе были, да? Возможно, определённую роль в их уходе сыграл и запрет на гаджеты, вот как вы думаете, не надо было ли вообще вот так вот жёстко? Запрещать. Конечно, жёстко не надо запрещать, потому что дети же, они тоже живут в социальном мире, и, по сути, получается, сейчас коммуникация всё равно строится вокруг гаджетов, да? Вот, например, какие игры и так далее, ну, вернее, вот эту тему затрагивать, да? И если же ребёнку тоже запрещать вот это всё, да, а как же вот выражение тоже свободы и так далее? Ну, и потом это тоже ощущение немножко вырванного из контекста, да, потому что, да, действительно, гаджет — это одно из уже условий естественного роста детей сейчас, современных, да? И поэтому не стоит быть настолько жёстким. Но тут у меня очень большое подозрение, что то ли дело не в гаджетах ни разу. Тут уже отношения между мамой. Да, отношения мамой. Это уже вопрос детско-родительских отношений. Так, ещё хочу рассказать один случай. Сын моей знакомой, подросток, был страстным геймером, играл до 4 утра, засыпал возле компьютера, положив голову на стол, да? Мама, конечно, была о большой тревоге, но не могла, не имела сил противостоять. Сейчас мальчик блестяще окончил первый курс химфака, для души учит латыни и древнегреческие, слушает подкасты по истории и литературе, любит классическую музыку, играет на пианино. Может быть, геймерство всё-таки, тяга к гаджетам, всё-таки было важным этапом становления личности? Или, опять же, тут не про гаджеты история? Не совсем, да. Есть вопрос, там тоже хочется, конечно, дополнительные вопросы задать. Есть большая разница, когда ребёнок увлечён какой-то конкретной игрой, да? Он одержимо в это играет, но игроман, он теми отличается, что ему неинтересно всё время заниматься и достигать какой-то победы в какой-то конкретной игре, да? Ну и вот, допустим, ему без разницы, там, GTA, Counter-Strike, он просто меняет игры. И одна игра закончилась, вторая, третья, четвёртая, да? А в данном случае, может быть, действительно, ребёнок увлёкся какой-то конкретной игрой, его прошёл от и до с азартом, да? Ну и всё. На этом мог он и закончиться, наиграться, так скажем. И тогда есть тут большая разница, что у ребёнка тут независимость, да? А есть в характере вот... Состязательность какая-то. Состязательность, соревновательность какая-то, увлечённость, например. И на натуру увлечённости указывает то, что у ребёнок в последующем вот с таким же азартом изучает латынь, сам по себе, древнегреческий ещё как-то, да? А вообще, как развить в ребёнке вот эту вот состязательность? Это же очень полезные навыки. Игр, да. Игры, настольные игры, ну, не только настольные игры, да, вот игры в реальном мире, например. И командные какие-то игры. Да, командные виды спорта, любые настольные игры. Но вот тут очень важно, с кем состязается ребёнок. И если нас, в принципе, так скажем, немножко вот воспитывали примером, да, будь как кто-то, будь ты как сестра, как брат, ну, как дядя, как тёти, даже имена давали, все такие... А сейчас нельзя сравнивать же, да? Да, это наоборот создаёт тревогу, формирует неуверенность. Сравниваем с ним самим же. Вчерашним, прошлогодним. Да, мы только здесь вот в этом случае ребёнка только воспринимаем. Да, вот вчера ты вот проиграл и ревел три часа, а сегодня проиграл и ревел десять минут. Круто? То есть сравниваем с самим собой. Да, да, какой ты был вчера, какой ты сегодня. Ещё нужно, наверное, учить проигрывать, да? Обязательно. Конечно, обязательно. И никто не учится проигрывать без истерики, да? Это иллюзия, так скажем, это боль, это разочарование. И нет ни одного ребёнка, который бы вот со слов родителя начал понимать и вести себя адекватно. Поэтому через это надо пройти. Друзья, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию. Наши гости сегодня психологи. Мы говорим о гаджетах и детях влиянием современной техники на детей. Давайте вернёмся к гаджетам, собственно, к нашей теме, да? Бывает, например, вот приходишь в кафе и видишь молодых людей, мальчика и девочку, да? Видно, что у них свидание. Но при этом вот они оба сидят вот в смартфоне. Это вот сейчас изъяна или новая форма общения? Мне кажется, второе тоже имеет место быть. Конечно, возможно. Потому что мы сейчас никак не можем убрать гаджеты из нашей жизни. Их нужно адаптироваться, привыкать к ним. Но, с одной стороны, вглубь туда тоже не стоит уходить, потому что увлечённость гаджетами, особенно на ранних этапах развития, мы знаем, что оно чревато влияет на развитие ребёнка в целом. А если вот конкретно в данном случае применять, может быть, действительно им неинтересно. Вообще, вот это тоже же как пример может быть. Но сейчас же отношения даже начинают развиваться в интернете, в виртуальном мире. Вот дочь моей знакомой, да, постоянно сидит за компьютером, она там играет, учится, заводит знакомства. И вот по интернету со своим молодым человеком познакомилась. Там же по интернету она с ним выясняет отношения, ссорится, мирится. Она рыдает. Мама стоит за дверью и в панике такой не знает, как реагировать. Вообще, вот эта вот проблема получается вот мамы, да, которая не знает, как реагировать, или всё-таки дочки, которые заводят отношения в виртуальном мире. Или всё-таки это тенденция современного мира, что мы теперь можем общаться, плакать всё по интернету. Это всё, что вы сказали, всё вместе, да, потому что это и тенденция, это и трудности у мамы, да, у которой нет такого опыта жизненного, да, потому что она общалась глазу с глазом с партнёром, да, как говорится, ругалась, смирилась в реальной жизни. Старой школы. Да, так скажем, ну, да. А у современных молодёжи тоже не есть хорошо, в этом есть проблема, да. И вот тут, если девушка достаточно уже взрослая, это нужно идти к специалисту при её желании, да. И это процесс уже терапевтический. Ну, виртуально же не построишь реальную жизнь, не заведёшь детей, да. Да, и нужно понять, для чего, какая у неё выгода в том, чтобы устраивать виртуальные отношения, нежели реальные. Есть ещё такой, да, вопрос. Цифровая грамотность детей очень сильно и быстро опережает уже нашу цифровую грамотность родителей. И если ребёнок находится, например, на попечении у бабушки с дедушкой, то легко может обвести их вокруг пальца. Как этого избежать? Ну, я вижу один только выход, научить бабушек и дедушек пользоваться всем этим. Ну, это потратить, на это уйдёт очень много времени, так скажем, да. И, в принципе, что значит обводить вокруг пальца? Они какой-то, что там, каким образом они обманывают бабушек, дедушек? На что они их обманывают? Ну, я не знаю, может, с деньгами это связано как-то. Да, возможно, может быть, с деньгами, но очень хороший такой, в принципе, не тратя время на то, чтобы обучиться самому, нужно заинтересоваться. Игрой ребёнка. Что это за игра? То есть бабушке нужно заинтересоваться? Да, да, да. Пускай, например, обычно дети так прям рассказывают увлечённо, да, там этот уровень прошёл, то есть этого победил, такого-то героя, например, да. Научи меня, да? Нет, а расскажи, а что это за герой? А как ты его там победил? Не обязательно учиться самому. Важно проявить реальную заинтересованность. То есть, да. Игры агрессивные, жёсткие, убийства, там, войны, насилие какое-то, да, хотя везде вроде в играх пишется там 18+, никто практически этого не соблюдает, и дети младшего школьного возраста вовсю в это режутся, да, и они беспокоятся. Что ж, огромное спасибо за полезную информацию, за участие в нашей утренней программе. Я думаю, что все ваши советы понадобились нашим радиослушателям и телезрителям. Никто не позвонил, я думаю, что все просто внимательно вас слушали. Благодарю вас ещё раз. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ларина Сукуева. Всего доброго.